К моменту прибытия наших новостей на место поиска девочки-подростка информации было достаточно мало. Известно, что школьница 2001 года рождения не вернулась после занятий. Были организованы поиски, после этого были найдены элементы одежды пропавшей около этого водоема. Сейчас водолазы ведут работу по обследованию дна. Известно, что поиски начались за два часа до приезда съемочной группы 10 канала. На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, кинологи и водолазы. Собралось немало зевак, среди которых удалось найти соседа пропавшей школьницы. Он рассказал, что буквально утром видел, как девочка уходила в школу. Курил, сидел. Они выходят. Она вышла. Потом мать сзади вышла. Пошли в школу и все. Это было сегодня утром? Утром на скамейке я сидел курицу. Но они не ругались? Откуда? Спокойно. Она провожат всегда. А они вообще спокойная семья? Ругались? Вообще хорошая семья. Сама папа в Москве сторожем работает. Ну, здесь идем там, здесь идем дома. А вот как она вот оказалась? Не представила. Сказали, ему прибежали. Обстановка на месте поиска в девочке была нервозная. Правоохранительные органы цепили территорию. Мама школьницы, укрываясь капюшоном куртки, прошла к водоему в сопровождении сотрудника полиции. Там же, вероятно, для опознания были представители школы. Через 20 минут с момента приезда наших новостей водолазы вытащили на поверхность труп. К вам как шубы. Очевидцы говорят, что ребенка достали из водоема в школьной форме. Предположение о том, что могло произойти, нет. Следственные органы на месте происшествия отказались от комментариев, обозначив, что дело будет возбуждено. Конец цитаты. Напомним, что в 2012 году при схожих обстоятельствах водоеме на улице Фурманово, там же на юго-западе Саранска, был найден труп 15-летней Тани Ивановой. Связаны как-то эти истории или нет, вопрос, на который смогут ответить представители правоохранительных органов. Мы будем следить за развитием событий. Дина Мустаева, Сергей Бибинов. Наши новости. Выключите, пожалуйста, камеру.